добрый вечер сегодня у нас по счету 52 урок в книге шмот и находимся мы в главе мишпатин глава которая содержит в себе основы гражданского законодательства торы глава 21 33 стих и если кто-то из людей раскроет яму или выкопает я но не покроет ее и в нее упадут бык и осел то хозяин ямы должен заплатить пусть деньгами возместит хозяину их а туша будет принадлежать ему вот такое предложение речь идет здесь о возмещении убытка материальный убыток который был принесен человеку хозяину быка или осла сразу вопрос это именно хозяину быка или осла а если туда в эту яму упадет случайно не бык или не осел а как-нибудь коза тогда нет материального возмещения это первый вопрос второй если кто-то раскроет яму или выкопает яму кто здесь считается ответственным за принесенный ущерб тот кто раскроет яму или выкопает яму раскроет яму если уже тот кто раскрыл яму очевидно яма уже была она существовала только она была закрыта кто-то ее раскрыл так уж тем более тот кто выкопает яму он будет ответственным тогда получается что то что сказано в дальнейшем или выкопает яму оно в общем-то лишнее зачем тогда сказано и еще в конце и пусть деньгами возместит хозяин их понятно деньгами можно было просто по-человечески сказать пусть заплатит за них за быка или за осла которые упадут и кроме того что означает слова хозяин ямы ну я могу себе понять что я представляю себе что такое хозяин быка что такое хозяин осла ну что значит хозяин ямы не проще было бы сказать может быть тот кто вырыл яму или тот кто открыл яму что-нибудь такое как-то понять начнем постепенно потихонечку раскручивать что же здесь сказано так если кто-то из людей раскроет яму говорит раши раскроет яму которая была покрыта то есть ситуация которая описывается в начале есть яма она уже существует как например канализационный люк который давным-давно уже выкопан сделан только что он прикрыт тут пришли рабочие и открыли его что-то работали что-то сделали там и не закрыли и закрыли мимо проходил бык или осел и туда упал дальше сказано или выкопает яму раши повторяет наш вопрос а почему это сказано ведь если даже тот кто раскрывает яму он уже несет ответственность за причиненный в результате этого открытия материальный ущерб так уж тем более это верно в отношении того кто выкопает то яму который раньше не было ответ раши который он приводит из слов мудрецов стал быть эти слова привносят нам дополнительную информацию есть такая ситуация в которой человек копает яму но мы бы подумали на основании только того что нам сказано что тот кто открыл яму несет за это материальную ответственность мы бы не знали вот такой случай копания когда это когда в принципе яма была уже выкопана но она была неглубокой она была неглубокой и потому не представляла собой опасности не для быка не для осла нее для ижи с ними а пришел человек который выкопал и докопал ее до такой глубины что она уже стала представлять собой опасность вот этого то есть просто выкопать яму на ровном месте нам это было понятно если тора обязывает человека который раскрыл яму и она его обязывает возместить материальный ущерб так уж тем более она будет обязывать того кто выкопал яму но здесь человек не выкопал яму а только углубил уже существующую яму вот об этом тора здесь и говорит или выкопает яму это привносит того кто углубил уже существующую я он тоже несет ответственность за причиненные его действиями ущерб но не покроет ее то есть если бы тот кто выкопал яму или сначала раскрыл затем покрыл бы ее и покрыл бы так что она реально это покрытие достаточно сильное что он реально устояла бы против тех же быков ослов людей кто там ходит по улице то тогда он не нес бы материальной ответственности за то что произошло и вот дальше раша прибавляет еще два слова писание говорится и говорится именно о том кто выкопал яму на общественной территории то есть речь идет о человека который выкопал яму где-нибудь на улице в переулке но не у себя во дворе а первый взгляд понятно если человек выкопал яму у себя во дворе а нему зашел чужой бык или чужой осел и провалился в эту яму то естественно реакция хозяина двора что собственно говоря этот бык или осел делал в моем дворе а кто ему вообще позволил сюда входить это мой двор здесь мой двор в моем доме хочу рамы хочу буду рыть я мы хочу буду делать то что у меня то что мне заблагорассуется пока закон позволяет и поэтому не должен здесь нести человек ответственность за то что он вырыл яму в своем дворе значит речь идет про того кто вырыл яму на улице но тогда становится непонятным то что турок говорит в конце то хозяин ямы должен заплатить какой такой хозяин ямы как он может быть хозяин если бы яма была вырыта у него во дворе ну хорошо он хозяин поскольку двор он хозяин двора и все что есть в этом дворе он его хозяин стал быть и яму он хозяин но если яма вырыта на улице то что тем что он мало того что он вырыл ям что безусловно вещи запрещенные мало этого так что он еще себе и присвоил тем самым его яму конечно же нет это не его яма она находится в общественном владении это пока раши не отвечает на этот вопрос только здесь заметил что речь у нас в этом самом отрывке торы идет о том кто вырыл яму не у себя во дворе а в общественном владении ну и вот мы задали еще один вопрос на который раша отвечает сказано и упадет то бык и осел имеется ввиду только бык и осел а другие животные говорит раши это относится к любому животному везде где говорится бык и осел мы делаем выводы по аналогии с использованием того же слова длинное длинное русское объяснение того что называется в тронической литературе кзэйра шама кзэйра шама такой способ толкования текста когда если у меня есть два закона два положения какие-то в тексте и в каждом из этих мест текста упомянуто одно слово которое в общем то не очень нужно с точки зрения самого изложения текста то мы здесь проводим аналогию в этих двух местах в этих двух положениях и переносим законы из одного места в другой не обязательно законы и законы и понятия так вот если сделать здесь вот такую вот аналогию с использованием того же самого слова бык и осел с чем мы будем делать аналогию есть еще одно место в торе в котором появляется вот это вот самая парочка именно бык и осел что это по поводу законов суббота очень очень далеко на самом деле совсем совсем не в области гражданского права не в области материальных ущербов законы суббота там сказано так шесть дней делай свои дела а в седьмой день покойся чтобы отдохнули твой бык и твой осел бык и осел а что там имеется в виду что только бык и осел должны отдыхать в субботу есть то что называется ванахешвитат бейма то есть обязанность дать отдых животным в субботу это распространяется только на быкан и осла а на лошади нет лошадь пусть работает нет турок говорит там дальше там очевидно под словом бык имеется ввиду любой животное потому что дальше сказано не делай никакую работу не ты не твой сын не твоя дочь не твой бык не твой осел опять это самая парочка бык и осел не всякий скот твой то есть перечисление всех тех которые не должны делать работу в субботу заканчивается бык и осел и вообще всякий скот стало быть мы делаем простую вещь если в этом отрывке из законов субботы понятно что каждый раз понятно что под словом бык и осел имеется ввиду любое животное любой твой скот стало быть по аналогии мы делаем то что называется кзерашева по аналогии переводим это понятие на другие места текста в каждом месте где сказано бык и осел имеется ввиду любой животное стало быть тора здесь обязывает того кто вырыл или открыл яму возместить материальный ущерб если в эту яму провалится любое животное не обязательно бык и осел коза тоже замечательно ну тогда зачем это все делать вот таким вот сложным образом почему нельзя попросту вроде бы проще было бы если бы тора написала и провалится туда животное или провалится туда скотина на худой конец почему нужно было писать бык и осел чтобы мы уже дальше учили этого быка ясно и законов субботы как там сказано бык осил и любой скот имеется виду стало быть бык осел это означает любой скот только так же и здесь бык осел имеется виду любое скот скотажи проще провалиться за животное скотина туда провалится на это мудреце отвечает рождец приводит это то что сказано бык осел и случайно именно вот в такой форме, для того, чтобы исключить другие случаи материального ущерба, принесённого в результате попадания в яму. Говорит, Раши, а бык и осёл сказано для того, чтобы подчеркнуть – бык, но не человек, осёл, но не утварь. То есть, если на осле ехал человек, верхом на осле был человек, и оба они, человек с ослом, провалились в эту самую злосчастную яму, то тому, кто вырыл яму, за осла придётся платить, а за человека – нет. Второе, если осёл был гружён, не обязательно осёл, может быть, это была машина, которая провалилась в яму, или телега, или осёл был гружён различной, утварь, утварь, то есть, предметы пользования, какие-то вещи, то за побитые вещи тоже тот, кто вырыл эту яму, платить не будет. Это то, что здесь текст Торы заставляет нас принять вот такой вот закон. И нужно сказать, что по поводу человека это ограничивается. А именно, если человек погиб в результате того, что он упал в яму, вот тогда хозяин ямы, тот, кто вырыл яму, не платит. Но если человек только получил телесные повреждения, за это придётся платить. Получается так, что если человек упал, значит, осёл, и на нём верхом ехал человек, и все они вместе упали в яму. Осёл разбился насмерть, человек вывихнул себе ногу и порвал брюки. За осла придётся платить, за вывихнутую ногу придётся платить, а за порванные брюки нет. Вот такое здесь получается правило. Ну и наконец, нам нужно выяснить, мы задали последний вопрос, что такое хозяин ямы. Если речь идёт о яме, которая вырыта в общественном владении, где-то на улице, в переулке, то как его может быть здесь хозяин? Раша объясняет, хозяином Тора здесь называет того, по вине которого причинён ущерб. То есть, он не столько хозяин ямы, сколько хозяин преткновения, которое проделало этот самый ущерб. Хотя эта яма ему на самом деле не принадлежит. Ведь она же выкопана на общественной территории. Вместе с тем, Писание видит в нём хозяина по отношению к ответственности за причинённый ущерб. Он не хозяин самой ямы, то есть, права собственности на яму нет, но он хозяин в плане того, что он ответственен за причинённый ущерб. Поскольку Тора здесь, в этом отрывке, требует возмещения материального ущерба не за то, что сделал человек своими руками, а за то, что причинило его имущество, ему принадлежащее, то сюда входит и яма. Хотя эта яма ему на самом деле не принадлежит, но он считается как бы хозяином ямы по отношению к ответственности за вред, за ущерб, который может быть причинён в результате того, что он выкопал яму. Подобно тому, что есть вещи, которые не являются собственностью человека, но Тора рассматривает человека как их хозяина. Один пример – это хамец в Песах. Хамец в Песах не является собственностью человека, ибо поскольку он запрещён, не имеет никакой ценности, не стоит даже даже одной копеечки. Стало быть, хозяином вещи, которые не имеют ценности, невозможно быть. И всё равно, если человек держит у себя хамец в Песах, он нарушает закон, то есть Тора считает его хозяином по отношению к ответственности за нарушение закона. Аналогично в случае с ямой. Яму человек выкопал в общественном владении, она не его, она ему не принадлежит, но поскольку он её выкопал и он создал вот это вот преткновение, он хозяин по отношению к нему, к нему в отношении материального ущерба, ответственности за материальный ущерб. И, наконец, последнее предложение, которое мы здесь зачитали, почему так странно написано? Вместо того, чтобы сказать, что надо заплатить, что хозяин ямы, пусть заплатит за то, что произошло. Вместо этого было сказано, пусть деньгами возместит хозяина их. Ну, не говорят так. Пусть заплатит. Отсюда говорят мудрецы, что Тора подчёркивает здесь – можно деньгами, но не обязательно деньгами. А если у меня денег нет, у меня есть какое-то другое имущество, которым я могу заплатить за причинённый ущерб. Это тоже проходит, это включает в это правило и то, что приравнено к деньгам. То есть имущество, которое тоже называется ШВКСФ, имущество, которое приравнено к деньгам, его можно продать, выручить за него деньги. Стало быть, если нет обязанности выплачивать за причинённый ущерб именно деньгами, можно выплатить и имуществом, которое по своей стоимости стоит равно тому ущербу, который был причинен. Теперь я хочу зачитать здесь отрывочек с комментария Равирша по поводу ямы. Пишет он так. Ямы – это классический пример того, что Талмуд называет Ав. Есть в Талмуде понятие. А вот Низикин. Вот Низикин – это архетипы того, что приносит материальный ущерб. Есть три архетипа, которые относятся не к действиям самого человека, а к его имуществу. Первый – это бык, второй – огонь и третий – яма. Вот один из этих трёх – это как раз яма. То есть, те вещи, которые причиняют ущерб, находясь в неподвижном состоянии. Что Равир здесь имеет в виду? Почему мы разделяем всё имущество, которое может причинять вред, на три разных архетипа? Потому что у них разные качества. Бык, например, что такое бык? Бык, он приносит вред всегда в движении. То есть, он идёт куда-то и по ходу дела он наступает на чашки, которые кто-то опрометчиво оставил на полу, и давит их. Он идёт в чужой огород и съедает капусту, которая там растёт. Он, разозлившись, идёт, увидев какого-то быка, который ему сильно не понравился, он идёт, его и бодает. Это уже бык-агрессор. В любом из этих трёх видов, то есть, тот вред, который бык наносит, он наносит всегда, когда он идёт, приближается к своим жертвам, будь то капуста или фарфоровые чашки или бык-соперник, он идёт и вредит. То есть, когда он на месте, он не вредит, а только в движении. Хозяин должен проявлять определённую контроль над своим быком. То есть, бык не может не ходить, но, по крайней мере, нужно следить, чтобы он не ходил куда не следует. Пусть он ходит, но не в чужой огород. Пусть он ходит, но не по чужой посуде. Пусть он ходит, но не дерётся же. Это бык. В отличие от него, яма никуда не ходит. Яма лежит себе где-то там на улице и ждёт, пока в неё кто-то свалится. Она статична. Она приносит ущерб, находясь на месте. Огонь. Огонь тоже не статичен. Огонь вижется. То есть, человек разжёг костёр, ушёл, не загасил его или думал, что загасил. На самом деле, не проверил костёр. На самом деле, не погас. Подул ветер. Огонь разошёлся и так по травке и по травке дошёл до скирды соседа, сжёг её или ещё больше, так глядишь, и дом зажёгся. Если есть, говорит Талмуд, авод, значит, мы перечислили три вида, три авод, три архетипа имущества, которые могут приносить ущерб материальный, значит, у них должны быть и таладот. Если есть отцы, должны быть и дети. Таладот, то есть производные. От этих архетипов есть производные, которые похожи на своих отцов, похожи на архетипы, но чем-то отличаются. Что может быть, что сюда подходит под этот самый архетип? Талмуд говорит, например, что в переводе на русский язык означает следующее. Человек оставил на крыше какие-то свои вещи. Например, оставил он на крыше камень свой. Или он оставил там на крыше нож. Или ещё, предположим, был у него каток, с помощью которого он раскатывал асфальт на крыше для того, чтобы она не текла. И оставил там. И этот каток упал вниз, когда подул ветер. Обычный, имеется в виду ураганный ветер. Обычный ветер. Каток этот упал вниз. Когда каток падает вниз, то он может причинять ущерб двумя способами. Предположим, внизу под домом стояла соседская машина. И этот каток, который сдуло ветром с крыши, упал на соседскую машину и разбил её. В данном случае этот каток – это толада, то есть производная от архетипа, который называется огонь. Что такое огонь? Огонь – это то, что наносит ущерб материальный в своём движении. Огонь распространяется, сжигает, портит и уничтожает чужое имущество. То же самое было здесь. И там огонь, который человек неаккуратно оставил без присмотра и не потушил его. В результате того, что он остался без присмотра, ветер снова не урагана, обычный нормальный ветер раздул его и в результате огонь распространился, дошёл до чего-то имущества, его сжёг. То же самое здесь. Человек без присмотра оставил каток на своей крыше, подул самый обычный ветер, который нужно было предусмотреть, нужно было принять меры предосторожности, чтобы каток не слетел, его нужно было убрать с крыши, поскольку он мог упасть при обычном ветре. Ветер подул, каток упал и в ходе своего падения пробил крышу или фонари, устоявшие внизу машины. Это типичный пример архетипа, который называется огонь. Но мы-то здесь занимаемся ямой. Тогда зачем я бы всё там... А вот зачем. Если машины там под крышей дома не стояло, и каток этот упал прямо на улицу, на тротуар, на улицу. А потом шёл человек, наткнулся на него и получил повреждение, ушиб ногу, или вывихнул, или сломал ногу, или ещё что-нибудь в этом роде. Или это был бык, или осёл, который себе ноги поломали, споткнувшись об этот самый каток. Вот здесь перед нами типичный пример ямы, хотя на самом деле это вовсе даже не яма, это совсем даже наоборот, это каток. Но вместе с тем этот конкретный случай катка – то лада, производная от архетипа, который называется ямой. И это то, что пишет здесь Равирш. Для того, чтобы считаться неподвижным предметом, причиняющим повреждения, то есть архетип ямы, опасный предмет не обязательно должен быть умышленно выброшен на дорогу. Он впадает в эту категорию, даже если был просто оставлен в таком положении, в котором при обычных обстоятельствах он может укатиться, упасть или быть перенесённым ветром на дорогу. Коль это случилось, он может причинить ущерб, даже когда лежит неподвижно. И это вот тот случай с катком на крыше, который мы разобрали. Продолжает Равирш. «Заметим, что в категории яма возмещение выплачивается лишь в том случае, если предмет непосредственно угрожает животным». Здесь есть одна деталь, которая в раше не была упомянута. Было сказано, что если бык и осёл упадут в яму, то тогда нужно платить за это. Вопрос, а почему бы тот, кто выкопал яму, не сказал бы, да, действительно, я яму выкопал или я её открыл, открыл канализационный люк и забыл его закрыть? Действительно, неприятно, согласен, мне тоже очень неприятно. Нам надо было бы смотреть под ноги вашим быкам и ослам. Претензии? Почему не смотреть под ноги? Может быть, они сами виноваты? Я, конечно, не хорошо поступил тем, что я не закрыл колодец, согласен. Но разве я виноват в том, что они упали? Они сами виноваты, надо было под ноги смотреть. Ну, по отношению к человеку сказать это неверно, потому что человек себе под ноги не ходит. Нормальный человек идёт, не смотря себе под ноги. Таков человек. Человек думает про свои дела, про свои вещи, смотрит по сторонам, смотрит на витрины магазинов, смотрит на прохожих, но не себе под ноги. Это человек. Но животные-то, быки, ослы, у них же лицо не как у человека смотрит на витрины, у них же морда вниз смотрит. Такой ли морда вниз смотрит. Мога себе под ноги посмотреть, если ты видишь, канализационный люк открыт. Куда ты лезешь туда? Обойди. Даже с ослиными мозгами это, в общем-то, можно было помочь. Можно было понять. Калмут говорит, действительно, что если речь идёт о взрослом животном, то тогда, тогда тот, кто открыл яму, освобождается от выплаты. В двух случаях он тогда будет обязан заплатить. Либо речь идёт про молодняк-скота, то есть он дурной ещё, у наслёнок, у него не только что в мозги у него ослиную, но ещё и по молодости не соображает, что это яма, потому что это опасно. Видит яму, но не соображает. Был бы уже взрослый нормальный осёл, он бы обошёл, а этот не видит. Либо, если это взрослые животные, то в темноте. В темноте даже бык и даже осёл, не смотря на то, что морда у них смотрит вниз, в темноте они бы этот канализационный люк не разглядели, поэтому они упали. Значит, там получается, что обязанность платить за яму, она только в том случае, когда эта яма либо какое-то любое преткновение, тот же самый каток, про который мы сказали, представляет собой действительную реальную угрозу для тех, кто идёт по улице. Но там, где они могли сами, проявив элементарную осторожность, присущую для их нормального, нормативного поведения, если они могли, проявив эту осторожность, обойти и не споткнуться, а они всё-таки споткнулись, тогда это их проблема, и тогда тот, кто создал это преткновение, не обязан за него платить. Если основы законодательства про яму нам понятны, я мог бы предложить применить их на практике. Сейчас разберём бытовую ситуацию, которая вполне может возникнуть в любом месте для того, чтобы посмотреть, как Талмуд разбирает подобного рода ситуации, как закон применяется в конкретных ситуациях. Ситуация наша такая. Дело происходит в супермаркете. Зашёл в супермаркет покупатель, подошёл к полку и увидел там баночку майонеза. Взял эту банку майонеза, покрутил её, почитал то, что на ней написано, не понравилось. Наверное, Экшер не подходящий. Не тот, который покрутил и поставил обратно на полку. Но поставил не на то место, где она стояла, а поставил на край полки. То есть, в общем-то, достаточно уже опасное место, с которого этой банке намного легче упасть. Через несколько минут проходил другой покупатель, который вёз впереди себя коляску, как это принято в супермаркетах. Коляска нагруженная, из неё что-то торчит. И в тот момент, когда он провозил свою коляску мимо полки с той слабой, злополучной банкой майонеза, задел коляской эту банку майонеза, банка майонеза плюхнулась вниз. Плюхнулась вниз, и что вполне естественно разбилась. И что тоже вполне естественно, брызги от майонеза, когда она разбилась, майонез вдребезги. Всё было. Брызги от майонеза полностью запачкали костюм этого второго покупателя. Неприятность. На этом всё ещё не закончилось. Мы продолжаем историю. Второй покупатель, чертыхаясь и пытаясь искрести майонез со своих брюк, ушёл, а стекло и лужа майонеза, которые когда-то были банкой, так и остались на том самом месте. И вот через некоторое время появился третий покупатель, который поскользнулся на этом самом майонезе, упал, порвал себе брюки, порезал себе ногу осколками стекла, ну и по ходу дела задел, когда он падал, это было уже совсем хорошо, задел ещё банку с вареньем, и она тоже разбилась. Теперь вопрос, кто за всё это платит. За испачканный костюм, за порезанную ногу, за разбитую банку майонеза, за разбитую банку варенья. Как нам подходить к этому вопросу? Мы рассматриваем чистую ситуацию, то есть мы не будем сейчас говорить, это не коллизия, это такая, где нам сейчас искать первого покупателя, его давно уже и след простыл, он уже давно убежал. Разбираем ситуацию, чистый опыт. А именно, по поводу фактов никакого спора нет, все люди находятся здесь, есть свидетели, которые видели, и первого покупателя, который взял банку с майонезом, ещё раз повторяю, что было, человек взял банку с майонезом, покрутил её, она ему не понравилась, вернул её, но не на своё место, а поставил её близко к краю полки. Человек здесь, и он это не отрицает, да ещё есть свидетели, которые это видели. Второй покупатель с испачканным костюмом, который испачкался майонезом. Второй покупатель, который сбил эту злополучную банку майонеза и испачкал себе костюм. Есть хозяин магазина в ужасе от разбитых двух банок от майонеза и от варенья. И есть третий покупатель, которому пришлось хуже всего. Мало того, что он упал, он ещё и порезался, порезал себе ногу. И про костюм не будем говорить, тут уж понятно. Как нам всё это, как разрулить всю эту ситуацию? Кто во всём этом виноват? Действия первого человека. Первый покупатель взял банку с майонезом, когда она стояла в хорошем месте. Она стояла где-то там у стены, на полке у стены, никому не мешала и была в полной безопасности. Но он вернул её не на своё место, а он поставил её на край полки. Это очень напоминает ту ситуацию, которая сказана в Талмуде. Абномасакенолмасао – камень, нож или какая-то ещё другая поклажа, которую человек положил на крышу и её сдуло вниз ветром. Здесь то же самое. Человек взял, правда, не своё имущество, чужое имущество, принадлежащее хозяину магазина, взял эту самую банку с майонезом, поставил её на край полки. Так что теперь, правда, здесь ветра в супермаркете нет. Но ветер, что означает ветер? Ветер означает, вполне реально, каждый день присутствующее событие. Роль ветра в данной ситуации играет второй покупатель. Супермаркет – это такое место, в котором покупатели ходят. Мало того, что они ходят, они ещё ходят с колясками. Мало того, что они ходят с колясками, у них в коляске много всяких товаров, которые они взяли, положили и некоторые из них. Что делать? Они торчат из коляски. И поэтому, безусловно, такие люди могут задеть то, что плохо стоит, то, что стоит на краю полки. То есть человек, который вернул банку майонеза на край полки и не подвинул её поближе к стене, он должен был сообразить, он обязан был понять, что ставит её в опасное место, когда любой следующий покупатель может её уже задеть и опрокинуть. Стало быть, он не просто взял чужое имущество и переложил его из безопасного места в опасное, он, в общем-то, создал ситуацию, которая рассматривается Талмудом как толада, то есть как производная от архетипа яма. Следующий покупатель, который проходил с коляской и задел. Задел он эту самую банку, банка полетела вниз, разбилась. Брызги майонеза запачкали костюм второго покупателя. Здесь сработал другой архетип – это огонь. Мы сказали раньше, точно так же, как мы говорили про каток, что если каток упал с крыши, его сдуло ветром с крыши, и он разбил машину, которая стояла внизу, в своём падении, в ходе падения, то это не яма. Яма, она стоит лежать на месте, яма никуда не ходит, яма не движется. А вот огонь, он динамичный, он движется, он приносит ущерб в ходе своего движения. То же самое произошло с этими самыми, с брызгами майонеза. Сначала падала банка, потом банка взорвалась, брызги разлетелись во все стороны, и в ходе своего движения эти самые брызги жирного майонеза запачкали костюм второго покупателя, теперь придётся его нести в химчистку. За это должен заплатить, за химчистку костюма должен заплатить первый покупатель. Он создал, он хозяин этого огня. Он создал здесь преткновение, он создал, что называется, мазик, подобно тому человеку, который разжёг костёр и не погасил его, не уследил за ним, и огонь распространился. Также и здесь, за запачканный костюм второго покупателя, первый покупатель должен заплатить. Что у нас дальше произошло? Второй покупатель ушёл, жёл к химчистку, появился третий покупатель, с ним уже было хуже. Он поскользнулся на луже майонеза, не весь майонез оказался на брюках у второго покупателя, часть майонеза осталась на полу, поскользнулся. Третий покупатель, вот здесь вот уже сработала яма, это уже яма, она статичная, она лежит себе на месте и ждёт, пока кто-нибудь об неё споткнётся. По поводу ямы, мы сказали, это производная от архетипа ямы. Правило у нас было, что если упал туда, в яму или споткнулся, бык или осёл, животное, которые не могли уследить, тогда нужно за это платить. А по поводу человека? По поводу человека правило было, если человек погиб, тогда за это платить не надо, но если ему было нанесено телесное повреждение, за это платить надо, а за его утварь за это платить не надо. Получается, третий покупатель, который порезался стеклом от банки, ему нужно заплатить за, возместить ущерб телесный, который произошёл, и будет это дело делать первый покупатель, он будет платить за лечение порезов, но что касается брюк, которые порваны, а также ещё и банки и варенья, которые он в своём падении третий покупатель увлёк за собой, то здесь это уже, это называется килим, это уже утварь, это уже вещи, за них яма не платит. Этот ущерб уже придётся понести хозяину магазина, что касается банки варенья, или третьему покупателю, что касается его брюк, за это уже никто им не заплатит. Вот таким образом разруливается эта ситуация, драматическая ситуация с банкой майонеза в супермаркете на основе того, что мы здесь выучили. Едем дальше. «Если бык человека толкнёт быка его ближнего». Вот мы сейчас разобрали подробно яму и немножко затронули огонь, а сейчас мы переходим как раз к третьему архетипу – быку. «Бык человека толкнёт бык его ближнего, и тот умрёт. Толкнёт любым способом, либо он толкнёт своим торсом, либо забодает рогами». Что такое быка его ближнего? Ибнезра привёл здесь комментарий одного караимского комментатора, что имеется в виду, у быка есть его ближний бык, то есть два быка товарища, один бык забодал своего ближнего быка. Пишет Ибнезра, если у быка и есть его товарищи, то это только комментаторы, которые так комментируют. Но это здесь в виду другое. «Если бык человека, бык, которому принадлежит одному человеку, забодал, толкнул или боднул быка, который принадлежит другому человеку, и тот умрёт, то пусть продадут живого быка и разделят пополам вырученные за него деньги». Получается, который так. Сначала мы берём быка агрессора, того самого, который забодал, продаём его. Вырученные деньги делим пополам между хозяином его и между хозяином пострадавшего быка. Довольно странно. И убитого быка тоже пусть разделят пополам. То есть тушу убитого быка тоже продаём, евреям её не продашь, особо её использовать нельзя, можно продать не евреям, и можно есть такое мясо, то, что называется, навела, и тоже пополам. Как это понять? Что это означает? Одно из двух. Если есть материальная ответственность за ущерб, принесённый быком, значит, её нужно покрывать. Если нет материальной ответственности, тогда её не нужно покрывать. А здесь, получается, делим, продаём почему-то быка-террориста, который совершил это нападение, его делим пополам, и также тушу делим пополам. Почему это так? Как это понимать? Раши. В этой ситуации, говорит Раши, речь идёт о двух быках одинаковой стоимости. То есть и бык, который забодал, и его жертва, бык, который погиб, они стоили одинаково. И тогда, если бык стоимостью, предположим, бык стоимостью в 200 долларов забодал быка такой же стоимости, то сколько бы ни стоила туша мёртвого быка, предположим, туша стоит 100 долларов, много или мало, тогда каждый из них, и владелец быка, причинившего ущерб, и владелец мёртвого быка, тогда забирает себе половину стоимости живого быка и половину стоимости туши. То есть, живой бык стоит 200, значит, пополам его стоимость по 100 каждому. Поэтому бык мёртвый, туша, стоит 100, пополам его стоимость 150, получается 150 одному и 150 другому. Каждый из них несёт половину убытка, вызванного гибелью быка. Если мы сделаем простой реклитический подсчёт, то получается, что хозяин быка нападающего заплатил половину ущерба. Какой был ущерб? Бык убитый стоил когда-то, когда он был живой, он стоил 200 долларов, туша от него стоит 100, её можно продать, значит, реальный ущерб, причинённый 200 минус 100, равняется 100 долларам, но вместо того, чтобы получить 100 долларов, он получает только, ему остаются 150, то есть, вместе, вместо 200 он получил 150, он потерял 50. Ему не выплачивают всё целиком. Как это понять? Каждый из них несёт половину убытка, вызванного гибелью быка. Мы учили, что если забодавший бык не был бодливым, это ключ к пониманию всего того, что здесь сказано. Речь идёт о самом обычном быке. Бык – мирное, вполне существо. Бодаться, нападать на кого-то, ему не свойственно. Он не агрессивен по своей природе. Это не бодливый бык. То его владелец возмещает лишь половину ущерба. На основании того случая. То есть, мы рассмотрели, Тора рассматривает здесь случай, в котором стоимость быков одинаковая. И тогда Тора говорит, половину живого быка и половину мёртвого быка. И тогда у нас получилось, что пострадавший получает только половину причинённого ему ущерба. Но на основании этого, эта модель, которая здесь дана, мы рассудим и все остальные случаи, в которых мы не будем уже делить жертву и агрессора, а в которых мы будем попросту знать, там, где причинён подобного рода ущерб, то есть, не агрессивное животное, типа бык, причинило ущерб другому животному, то конечный ущерб мы делим пополам, и тот, кто хозяин того имущества, которое причинило этот ущерб, выплачивает только половину ущерба. А может быть, это не так, спрашивают Раши. А может быть, здесь речь идёт о быках разной стоимости. Этого не может быть, Мир Траши, потому что это нонсенс. Так, как говорит здесь Тора, поделим того быка, который бодался, и тушу погибшего быка. Ведь, скажем так, что будет, если племенной бык, который стоит тысячу долларов, забодал какого-нибудь старого дряхлого быка, который уже глубоко в пенсионном возрасте, который стоимость его 100 долларов. Если, как Тора говорит, значит, так, берём стоимость того, кто бодал, тысячу долларов, делим пополам, и берём стоимость туши, тот стоил 100 долларов, туши его стоит 50, пополам 25, получается, что мы делим это, и получается по 525. Стало быть, сколько выплачиваем мы пострадавшему 525 долларов. Неплохой бизнес. У него был бык, который всего-то в хороший базарный день стоил 100 долларов, а ему в результате того, что он погибнет, заплатят 525. Явно не лезет ни в какие ворота. То же самое наоборот. Что будет, если забодавший бык стоил копейки, а он забодал племенного быка? Тогда нужно… Он забодал племенного быка, скажем, он забодал быка такого большого, у которого было только так много мяса, что даже его туша стоит больше, чем стоимость быка, который забодал. Тогда получится, что забодавший хорошо на этом заработал, поскольку когда поделится между ними туша, то получится, что он на этом не только что не проиграл, на том, что его бык кого-то забодал, а даже и выиграл. Поскольку это явный нонсенс, значит, мы должны понять, что Тора здесь говорит только в одном очень конкретном случае, а именно «быки абсолютно равны стоимости» и «пострадавший бык», и «бык, который ударил его», они равны стоимости. И тогда то, что говорит Тора, что мы делим пополам живого быка и делим пополам тушу, и каждый получает половину того и половину другого, в переводе на человеческий нормальный язык это будет означать «хаци-незек», то есть половина ущерба. Для чего же тогда Тора вместо того, чтобы сказать простым человеческим языком, что в таком случае, когда небодливый бык, не агрессивный бык нормальный, которого вдруг что-то у него там случилось, и он вдруг атаковал другого быка, что в этом случае нужно заплатить только половину, почему не сказать это так? Почему нужно сказать таким вот образом, что делим пополам живого быка и делим пополам тушу? Это для того, чтобы дать еще одно положение. Почему же тогда Писание заканчивает Раши? Говорит об этом именно таким образом странным. А не сказано просто, что хозяин умершего быка получит половину, чтобы доказать, что владелец обычного быка платит только из-за его стоимости. То есть здесь есть ограничения, есть потолок, выше которого выплата ущерба, половина ущерба никогда не должна подойти, а именно стоимость самого животного, того быка, который нанес ущерб. Если получилось так, что он забодал, простой бык забодал племенного быка, бык, который стоил 100 долларов, забодал быка, который стоит 1000 долларов, его туша стоит 100, стало быть причиненный ущерб 900 долларов, половинка его 450, 450 он здесь не заплатит, потому что он сам стоит всего лишь 100 долларов в хороший базарный день. Стало быть, сколько он заплатит? 100, не больше, чем он стоит. Вот такой закон. Теперь только нужно попытаться, можно ли пытаться понять, почему такой закон? Что это такой компромисс? Непонятный, что выплачивается половина ущерба, и половина ущерба еще к тому же с ограничением, с потолком, которое никогда-никогда не может быть выше, чем стоимость того, кто принес этот самый ущерб. Для того, чтобы разобрать этот закон, мы снова обратимся к комментарию Репшимшина и Фойля Ирша. Напомню, что мы здесь разбираем ситуацию, в которой Тора возлагает материальную ответственность за ущерб на человека, который этот ущерб не своими действиями привел, а ущерб получился… Тот, кто создал этот ущерб, тот, кто принес этот ущерб, это было его имущество, в данном случае его бык. Не человек забодал соседского быка, а его бык забодал соседского быка. И все-таки Тора считает человека здесь ответственным за то, что делает его имущество, за вред, за ущерб, который наносит его имущество, имущество другого человека. Пирс Равиш, человек отвечает лишь за те действия своей собственности, то есть своего имущества, которые логично ожидать от нее. То есть претензия к человеку, к хозяину, почему ты не уследил? Но эта претензия может быть только тогда, когда ущерб, который получился, вполне логично, следовало бы его предусмотреть. Но когда эта вещь неожиданная, то есть когда в нормальной ситуации, нормального поведения этого ожидать не следует, то мы не можем потребовать от человека, что он был бы полностью ответственным за такой ущерб. Примеры мы уже проводили. Если человек, мы сказали, положил на крышу, положил что-то, что могло упасть, то тогда он несет ответственность, только если это упало, в результате обычного ветра. Но если это упало, если бы это не должно было бы упасть, была достаточно тяжелая вещь, и обычный ветер ее не сдует, и только ураганный ветер ее сдует, и таки подул ураганный ветер, который случается раз в 4 месяца, и тогда произошло, это все другая ситуация, тогда человек не ответственный за это. Мы не можем ему требовать от человека, что он бы предусмотрел все самые невероятные абсолютно возможности, при которых его имущество могло бы принести материальный ущерб. Тогда человек не сможет пользоваться своим имуществом. Это невозможно. Стало быть, за что он несет ответственность? Только за те действия своего имущества, которые логично было бы ожидать от нее, исходя из ее природы, и которые он поэтому обязан предотвратить. Я обязан предотвращать ущерб, который может принести мое имущество путем для него привычным, которые вполне можно было бы от него ожидать. К примеру, если мой бык съел, скажем, чьи-то овощи, то, безусловно, я должен был бы ожидать, что бык для него это совершенно естественно, есть овощи, и бык не различает свои овощи, чужие, неважно какие. Я должен был бы предусмотреть подобную вещь. Или бык подавил чью-то посуду ногами, я тоже должен был бы это предусмотреть, подобную вещь. Это для быка естественно, для него естественно ходить, для него естественно есть. Но природе быка не свойственно бодаться, то есть приносить вред специально, из чистой злобы. Что такое бодаться? Это агрессивное поведение. Бык – не агрессивное существо. Конечно, если вы приведете быка на корриду и начнете его выводить из себя, махать ему перед носом красной тряпкой и еще и втыкать им в него шпаги в загривок, конечно, тогда он озвереет. Любой озвереет, не только бык. Но обычный нормальный бык, который жует травку, он абсолютно мирное существо, не агрессивное. В этом отношении, то есть подобного рода бык, называется валахе, шор там. Там безвинный, простодушный, обычный небодливый бык. Невинный бык. И тут по отношению к таким быкам обычным, Талмуд говорит, стамш варимбих искатшему. То есть обычные быки, и без того, чтобы люди контролировали их поступки, они самоохраняющиеся. То есть не нужно на быка надевать ошейник, приковывать его цепями к чему-нибудь, что, не дай бог, он забодается, потому что бодаться ему не свойственно. Стало быть, он сам себя, своей природой охраняет от того, чтобы западать. Значит, обычных быков нужно держать под замком. Как следствие, если бык вдруг наносит ущерб, произошло событие из ряда вон выходящее, которое не обязаны были предусмотреть, тогда не следовало было бы обязывать владельца выплачивать компенсацию. То есть если бы не текстуры, если бы только нас просили исключительно по логике закона, мы бы сказали, только закона требуют в этом случае освободить хозяина быка от выплаты, потому что он ни в чём не виноват. Нельзя ему сказать, что ты не уследил за своим имуществом. Бык не то имущество, которое нужно прятать под замок, чтобы держать его под замком или на привязи, чтобы не бодалось, потому что он не бодучий. Однако, что получается? Получается, что вообще-то выходить на улицу... Есть некоторые опасения, поскольку по улице ходят быки, машины ездят, быки и так далее. И быки, вообще-то они не бодучие. Но если вдруг бык из-за чего-то, кто-то его раздразнит, и он озвереет, и кого-нибудь пхнёт, или кого-нибудь боднёт и так далее, то получается, что мне никакого возмещения никто не даст. Я, конечно, могу себя застраховать, но в общем получается, что движение, наше движение по улицам получается небезопасным. Тора не предлагает нам устраивать страховые компании. Она даёт совершенно другое решение. В интересах безопасности движения в общественных местах владельца животного заставляют платить штраф, чтобы он держал быка под контролем для полной уверенности, что тот не причинит вреда даже теми действиями, которых от быка, как правило, не ожидали. То есть, ждать, ждать здесь, в данном случае, выплаты, выплаты ущерба не следовало бы, и требовать выплаты ущерба нет. Но вместе с тем, на хозяина быка налагается штраф в размере половины, именно половины только ущерба. Почему? Потому что мы заинтересованы в таком общественном устройстве, в которое люди возмещали бы хоть частично ущерб, даже в котором они не виноваты, для того, чтобы повысить их мотивацию по охране своего имущества, по безопасности движения. Если бы закон заставлял владельца быка платить полную компенсацию за такой ущерб, то это могло бы на деле только увеличить опасность на дорогах, потому что могло побудить владельцев потенциальных жертв тому, чтобы они пренебрегали мирами предосторожности. Если мы скажем так, любой бык, который забодает, пусть платит полностью, наложен на него штраф в размере полного возмещения ущерба. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что, во-первых, тогда жертвы перестанут быть осторожными, потеряют осторожность. А чего мне быть осторожным, если я знаю, что если моего быка кто-то забодает, все равно заплатят до последней копеечки. Это не нужно. Нужно, чтобы я, с одной стороны, как хозяин быка, проявлял осторожность, чтобы его не забодали, и другой бык проявлял, не другой бык, а хозяин другого быка тоже проявлял осторожность, чтобы его бык не забодал. Вот почему в таких случаях закон накладывает выплату штрафа на владельца живого быка и на владельца мертвого. То, что говорится, этого поделим пополам, этого поделим иными словами. Мы делим здесь. Произошла неприятная вещь. Произошло несчастье. Забодали быка. Виноват в этом кто-нибудь? Нет, никто не виноват. И что же теперь? Мы поделим это. Принесенный ущерб поделим между хозяином пострадавшего быка и между хозяином того, кто принес этот вид. И таким образом закон принуждает всех участников движения принимать меры предосторожности, которые одни только будут обеспечивать безопасность на дорогах. Мы заинтересованы в безопасности движения на дорогах. Таким образом, поскольку все заинтересованы в этом. И тот сегодня одного быка забодали, завтра другого могут забодать. Заинтересованы в этом все. И поэтому все несут, все вносят свою долю. И хозяин пострадавшего быка, и хозяин того, кто забодал. Когда на общественной дороге встречаются два животных, то закон ставит их под совместную опеку их владельцев. Бык идет из точки А в точку Б, другой бык из точки Б в точку А, и вот в каком-то месте они встречаются. Хозяева, будьте осторожны, оба. И ты, и другой. Что создает? Это создает основу для обеспечения безопасности и свободы и безопасности движения. С одной стороны, имею полное право со своим быком идти по улице. Да, не надевая на него намордник и не приковывая его цепями. Бык. Смирное животное. Не агрессивное. Имея полное право. Но лучше мне все-таки за ним последить, потому что если он забодает, половину мне придется платить. По этой причине оба владельца появляются в тексте, как сам вместные владельцы обоих животных. Я владелец не только своего быка, но и того быка, который идет ему навстречу. И хозяин того быка, он хозяин и его быка, и моего быка. Поэтому претензия истца в случае нанесения травмы его животному не может превышать фактической стоимости животного, причинившего ущерб. Вот какой глубокий смысл этой самой быка. Почему выплата этого самого половины ущерба не может превышать стоимости быка, который нанес этот ущерб? Потому что вся идея здесь взять этих двух быков и поставить их под общий надзор, то есть под общую под общее владение двух сторон, и одного человека, и другого. Он вышел со своим быком, он хозяин своего быка, но он и хозяин того быка, который идет ему навстречу. И то же самое наоборот. Мы просто делим эту ответственность, делим ответственность за то, что произошло между двоими, поэтому никогда не может выплата это превышать стоимость того быка, который здесь забодал. Оба животных входят в расчет ущерба, потому что оба владельца должны его предотвратить. Оба должны принимать меры предосторожности. И тот, чьего быка забодали, он должен быть осторожным, чтобы его быка не забодали. И тот, кто забодал, должен быть осторожным, чтобы тот не забодал. Хотя это действие не свойственно быку, все же бывает раз в год и палка стреляет, бывают подобные вещи, и поэтому для того, чтобы обеспечить максимум безопасности движения, мы даем именно вот такой вот закон, обязывая всех быть участниками вот этой самой безопасности движения. Понятно, что мы рассмотрели этот вопрос на быках, это те средства движения, которые двигались по улицам тысячи лет тому назад. В наше время быки по улицам не ходят, машины ходят и пешеходы ходят, но логика остается та же самая. Обе стороны должны быть заинтересованы, обе стороны должны быть интересными, хотя понятно, что машине наебать на других людей или на другие машины тоже, в общем-то, не свойственно, безусловно. А если что-то произошло, нужно судить это именно вот по таким законам, которые дает здесь Тура.